Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим о том, какой хлеб полезен при диабете. Многие пациенты с диабетом очень любят хлеб. Однако, если мы возьмем магазинный белый хлеб, то есть мука пшеничная высшего сорта, сахар в составе, то после употребления такого хлеба мы получаем резкий скачок сахара крови. А вот этот вот резкий скачок сахара крови ухудшает состояние сосудов и нервов, то есть вот эти вот скачки сахара ведут к развитию осложнений диабета. Нам это не нужно, поэтому при диабете важно различать те сорта хлеба, которые полезны для здоровья, и те сорта хлеба, которые вредят пациентам с диабетом. Для того, чтобы говорить о хлебе, мы должны понять, из какой муки состоит наш хлеб, потому что в зависимости от муки в составе будет совершенно разное влияние на сахар крови и на наш вес. Начнем с того, какую муку мы исключаем, то есть опасные виды муки при диабете. Те виды муки, которые дают скачки сахара крови и повреждают нам сосуды и нерви этими скачущими сахарами. Первое это мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, очень быстро поднимает сахар крови. Мука первого сорта тоже немногим лучше. Мука из белого риса туда же, тоже быстрый скачок сахара. Кукурузная мука тоже достаточно быстрая и обеспечивает резкий скачок сахара крови после еды. Причем самое опасное в том, что когда человек измеряет сахар глюкометром, по стандарту до еды и 2 часа после еды. Вот эти вот скачки, которые происходят при употреблении быстрых углеводов, они возникают через 20-30-40 минут после еды. То есть в тот момент, когда мы не измеряем сахар глюкометром, в слепую зону. И человек померил сахар до еды, наелся белого хлеба, поел через 2 часа после еды, измерил сахар. И такой, да все хорошо, до еды сахар хороший, после еды сахар хороший. А вот в этой вот слепой зоне через 20-30-40 минут мы видим скачки сахара. И они повреждают сосуды нервы. И потом человек, как же так говорит, сахара-то хорошие, почему высокий гликированный, почему развелись осложнения диабета. Потому что в скрытой зоне от измерения глюкометром у нас скачет сахар. Поэтому если мы говорим про реально точное измерение сахара крови и оценки разных видов продуктов, как какой продукт влияет на наш организм, то мы ставим сенсор, непрерывный мониторинг гликемии, то есть либру, либо декском, тот аппарат, который постоянно записывает сахарную кривую и показывает все скачки сахара, где мы чем злоупотребили. Поэтому мука с быстрыми углеводами, то есть высший сорт, первый сорт из беравариса, мы убрали из нашего рациона. Эта мука нам вредна. Следующие виды муки, которые мы можем применять при сахарном диабете, это полезные виды муки. Наиболее полезные виды муки следующие. Во-первых, это мука из псиллиума. Псиллиум, оболочки семян подорожника мелкоперемолотые, это неусвояемые углеводы, то есть это клетчатка. Псиллиум безопасен как для сахара крови, так и для веса. То есть, когда мы делаем низкоуглеводную выпечку на основе муки из псиллиума, добавляем псиллиум в котлеты, в голубцы, в запеканки, это неусвояемый углевод, он не поднимает сахар крови. Поэтому мука из псиллиума должна занимать почетное место на нашей полке. Следующие виды муки, которые разрешены при диабете и которые безопасны для сахара крови, это ореховые виды муки. Миндальная мука, мука фундучная из фундука, мука из грецкого ореха. В ореховой муке, так же как и в орехах, большое количество белка, за счет этого длительное чувство сытости, большое количество растительных масел, то есть полезных жиров, и минимум усвояемых углеводов, то есть белок, масла, клетчатка. За счет этого длительное чувство сытости и стабильный ровный сахар крови. То есть готовить булочки, запеканки, тесто из ореховой муки, так же как из муки из псиллиума, разрешено. То, что касается калорийности, за счет того, что в ореховой муке есть растительные масла, действительно, ореховая мука будет достаточно калорийна. Поэтому, если мы говорим про снижение веса, то да, не злоупотребляем. Из серии съели пару булочек из ореховой муки, либо пару, к примеру, миндальных печенек, и достаточно. Если мы говорим про стабильность сахара крови, то мука из псиллиума, ореховая мука, это наши фавориты. Следующие виды муки, это так называемые виды муки, медленные углеводы. То есть, те виды муки, которые плавно повышают сахар крови, которые мы считаем как хлебные единицы. Если мы колем инсулин, то мы делаем на них подколку. Если мы не колем инсулин, то мы просто их считаем как хлебные, как усвояемые углеводы. Какая мука относится сюда? Мука пшеничная второго сорта, цельнозерновая мука, ржаная мука, гречневая мука, мука из бурого риса, из темного риса, который является медленным углеводом, мука из полбы, мука из амаранта. Это те виды муки, которые плавно повышают сахар крови, дают нам длительное чувство сытости. Кроме того, помимо серой муки, мы также можем в состав хлеба, в состав булочек добавить псиллиум, муку из псиллиума неусвояемый углевод. Мы можем добавить кабачок тертый, огурец тертый, капусточку можем добавить, сделать запеканку. То есть мы можем добавить низкокалорийные, низкоуглеводные овощи. Туда же лук, туда же вся зелень. То есть снизить количество усвояемых углеводов, снизить гликемический индекс. Если вы любите сладкий хлеб, добавлять туда сахар. Понятно, что при диабете белый сахар мы исключаем, дабы не было скачков сахара крови. То, что касается фруктозы, сироп топинамбура, сироп агавы, это те сахарозаменители, которые повышают сахар медленнее, чем белый сахар, чем тростниковый. Но дают достаточно выраженный подъем по итогу. То есть фруктоза, добавленная как сахарозам, сироп топинамбура, сироп агавы, все это убираем. Этого не должно быть на нашем столе. Какие сахарозамы мы можем оставить? Это стевия. Чем лучше очищена стевия, тем меньше в ней привкусов. То есть выбираем производителя с максимальной степенью очистки. Это эритритол и аллюлоза. В отношении стевии без ограничений и для взрослых, и для детей, в отношении эритритозы и аллюлозы порядка 1-2 чайных ложки в сутки, дабы не спровоцировать профузный жидкий стул. А профузный жидкий стул это повышение свертываемости крови, то есть обезвоживание. Поэтому по сахарозамам в адекватном количестве. То, что касается покупного хлеба. Многие пациенты идут в магазин, видят такие шикарные яркие этикетки. ПП гречневый хлеб. Хлеб для диабетиков. Смотрим состав. Очень часто там не только гречневая мука, но и мука пшеничная высшего сорта. И очень часто там либо сахар, либо фруктоза. То есть все равно этот хлеб будет давать яркий скачок сахара, который нам не нужен. Поэтому оптимально готовить домашний хлеб самостоятельно, выбирая те виды муки, которые действительно максимально полезны для нашего здоровья. То есть мука из псиллиума, ореховая мука, либо медленные виды муки, серая мука, овсяная мука, гречневая мука и так далее. Больше информации о том, как снизить сахар диетой, какие препараты и витамины наиболее полезны при диабете, я рассказываю в школе диабета на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...